В Госнаграде посмертно представлены двое военнослужащих контрактной службы из Ишимского района. Саганды Кудайбергенов и Антон Лукошков погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Про подвиг земляков в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Мор. О судьбе храбрых парней Анастасия Лизаревич. Свои его звали просто Сага. Обычный деревенский парень. Закончил школу, хотел разводить лошадей и жениться. Ему было всего 22. Улыбчивый, озорной, смелый. Таким Сагандыка Кудайбергенова помнят родители, близкие и школьные друзья. Если он видел, что творится какая-то несправедливость по отношению к кому-то, он не мог стоять в стороне. Несмотря на то, что он был, скажем так, не богатырского телосложения, он никогда не боялся вступиться за более слабого товарища. Сагандык ушел в армию, а после срочной службы решил остаться по контракту. О том, что брат погиб в ходе спецоперации, сестра Исулу узнала 28 февраля. Рядового Кудайбергенова в последний путь проводили в родном поселке под залпы автоматов. Я звонила мальчику, который в госпитале до сих пор находится. Он был вот прям в сага, они были. Он говорит, мы ехали на машинах, был выстрел от противника в воздух. И мы вышли из машины. Сагандыку дали пулемет и сказал, что был просто взрыв возле нас прям. Сагандык Кудайбергенов посмертно награжден Орденом Мужества. В память о земляке уже заказали мемориальную доску. Она появится на фасаде школы, где учился парень. Не забудут жители села Первописьянова и Антона Лукошкова. Его здесь запомнили как настоящего артиста. Вспоминая школьные годы, особенно бы хотелось отметить артистичность Антона. Он очень любил выступать на сцене, и ни одно мероприятие не обходилось без его участия. Антон хотел стать учителем. Закончил биофак Ишинского педагогического института. Не смог устроиться по профессии и ушел служить по контракту. В ходе военной спецоперации на Украине оказался под Черниговым. 6 марта его инженерно-дорожная рота попала под минометный обстрел. Рядовой Лукошков получил тяжелое сколочное ранение. Спустя несколько дней скончался в военном госпитале. В день его похорон в местной школе отменили уроки. Проводить теперь беседы по поводу вот этих событий у нас есть на кого опериться и о ком рассказать уже именно на своих ребятах, на примере своих ребят. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине, Антон Лукошков указом президента России посмертно награжден орденом мужества. У него в селе осталась мама. Анастасия Лизаревич, Олеся Друшляк, Александр Скоробогатов, Тюменская служба новостей.